Добро пожаловать в гости на канал! С вами снова Валентина Никита. Новая интересная работа. Нам понадобится любая ткань, она будет основа. Размер основы берите на сантиметров 5-6 нужного размера, потому что стежка дает усадку, а потом мы будем выравнивать. В этой работе буду использовать флизелин. Можно взять паутинку. Вырезав нужную основу, я сразу провела границы, где у меня будет проходить отделка. Сразу положила фон, но фон сделала так, чтобы он заступал за границы, где будет отделка. Этот голубой фон, это будет небо. Сделала я его из портьерной ткани. На небо сразу размещаю облака. Это тюль, паутинка. А теперь я немного побуду архитектором. Буду строить замки и дома. Все мои дома вырезала так, на досуге. Никаких шаблонов нету. Прямоугольники, треугольники. Ничего не вымеряла и не мерила по линейке. Если вижу где-то немножко криво, я подравнивала. Если у вас очень много разных деталей, которые заходят одна на другую, лучше начинать сверху. Так будет удобней. Так как я не ищу легких путей и у меня не получается делать правильно. Начала сверху, переключилась на низ, в середину, потом что-то я подкладываю, перемещаю. Так как я выкладывала на флизелин, после утюжки все картинки, они приклеятся к флизелину. Но если ваш рисунок попадает на другую ткань, то желательно проклеить клеем, карандашом. Клей-карандаш берите любой фирмы, самое главное не цветной. При покупке клея-карандаша обязательно откройте и проверьте, сколько раз попадало, что он сухой. Детали мазать много не надо, достаточно несколько штрихов. Мой сказочный город потихоньку преображается. Когда вы выложили рисунок и остановились на том варианте, на каком вы решили, и вам ничего не надо больше перемещать, приклейте клеем-карандашом. Ну а если вы изначально, выкладывая рисунок, знаете, где у вас что будет стоять, лежать, размещаться, сразу приклеиваете. Меньше маневров и намного быстрее и проще. Выкладываю окна. Окна у меня разной формы, разного цвета, чтобы был контраст. Балконы. Окна на чердаке. Смотровое окно. Окна могут быть любой формы. Круглые, овальные, прямоугольные, квадратные. Неопределенные формы. Составними. Как простые, так и сложные. Когда вы выложили весь рисунок, пробегитесь взглядом. Может быть, где-то торчат ниточки. Их надо обязательно убрать, потому что они останутся в работе. Или что-то где-то вы решите дополнить. Где-то забыли дверь или раму. Такую работу можно сделать, как аппликация, но это очень трудоемко. Моя работа в технике текстильная пицца. Свой рисунок закрываю прозрачной тканью. У меня органза. Подойдет фатин или какая-нибудь прозрачная тюль. Тщательно все закрепила булавками и приступаю к стежке. Вот такая лапка нам понадобится. Машинку переключаю на свободный ход и делаю стежку. Это черепица. Начинаем сверху, делаем полукруг или полуовал и идем по ряду. Каждое окно я прохожу несколько раз по кругу или по квадрату. Строчку можно делать простой строчкой или зигзагом. Сначала я зигзагом прошлась по контуру крыши, а потом сделала черепицу. Делая стежку, то и дело я нить не меняю. Я сначала прохожусь определенным цветом, что мне надо прошить. Потом я переключаюсь на другой цвет. Потом меняю нитку на другой цвет. Также пробегаюсь взглядом, где мне надо прошить этим цветом. Очень важно, чтобы нить в катушке и в шпульке была одинакового качества. Перед тем, как делать стежку на свободном ходу, вы должны убрать транспортер. Это зубчики. На разных швейных машинках расположение этого рычажка, где можно переключить на свободный ход, она разная. Но у меня на машинке переключалки нет. У меня машинка не переключается, поэтому я пользуюсь пластиной, какая прикрывает зубцы. Делаю я стежку на машинке сингер и в последнее время я даже не закрываю зубцы. Я шью так и вы знаете, лично мне ничего не мешает. Но время от времени приходится чистить ее, потому что нижняя ткань, она задевает зубцы и образуется много пыли. Посмотрите, как просто делаются окна. Вы несколько раз проходите по контуру и потом делаете рамы. Рамы-то бывают разные. Я делаю крест-накрест. В некоторых окнах у меня одна перекладинка. Перекладинка горизонтальная или вертикальная. А иногда я перекладинку смещаю в сторону, чтобы было более оригинально. А это опять крыша и опять черепица. На днях смотрела видео на ютубе. Не помню, какого мастера она тоже делала черепицу. Но она начинала снизу и у ней сама черепица смотрит наверх. Ну, девчонки, ну вы понимаете, что черепица должна смотреть вниз, потому что идет дождик и он будет заливаться. А если она смотрит у вас вниз, то как раз вода будет стекать вниз. Создавая такие работы, даже если она и сказочная, обращайте внимание на мелочи. Как в нашей жизни все должно быть правильно. За исключением, конечно, фантазийных работ. Я слишком увлеклась. Называют такие работы арт-полотно, квилт. Мне тут написали в комментариях, какая это пицца. Это панно. Может и панно, может и картина. Девчонки-мастерицы, кто знает такую технику? Скажите, как она называется? Может быть, я неправильно называю текстильная пицца. Да, это может быть арт-полотно, еще какие-нибудь могут быть названия. А то я все художественная текстильная пицца. С этой техникой я познакомилась года два назад. У меня на канале есть плейлист текстильная пицца или лоскутное шитье. Загляните, посмотрите. Я день ото дня. У меня все получается лучше и лучше. Я учусь вместе с вами. Такие работы делаю абсолютно на разные темы. Пейзаж, натюрморт, наша жизнь, наш досуг. Смотрите, это обыкновенная зелень. Но мы ее должны как-то выделить. Кусок зеленой тряпки, он некрасиво смотрится. Я взяла светло-салатовую нить и просто вот выписываю какие-нибудь листочки, завитушки. Также можно сделать ветви, листья. Чем мне нравится свободный ход, кручу, верчу, куда хочу. Вы запросто едите назад, вперед, вбок. Вам не приходится туда-сюда крутить полотно. Куда вы ведете полотно, там машинка ищет. Я вам советую любой рисунок прошивать хорошо. Не забывайте проходить по контуру. Работы абсолютно разные. Решили вы сделать картину. Халтурно прошили, а потом вы решили сделать наволочку. Вы ее постирали, она у вас вся расползлась. Если это картина, вы повесили ее и ничего с ней не будет. А если вы рассчитываете стирать или пользоваться просто этой вещью, желательно прошивать. Хорошо, хорошо. И когда вы сделаете работу, не забывайте, что вуале органза боится утюга. Утюжи слабым утюгом или через мокрую марлю. Я наверное забыла вам сказать, когда вы накрываете фатином или органзой, накрывайте любой тканью и обязательно проутюжьте. Я всегда утюжу через мокрую марлю, прямо отпаривая. Вы сначала прикладываете утюг и поднимаете, вот так перемещаетесь. А когда все прошлись, можете запросто водить утюг. Ваш рисунок приклеится клеевой, умнется, примнется и вам будет шить проще. Сильно плотный толстый слой желательно не делать, потому что у всех машинки разные. У некоторых как трактор, а у некоторых очень деликатная. Может не прошить. Если вы хотите сделать слегка объемный рисунок, чтобы он немножко выделялся, вы можете взять основу ткань, положить слой синтепона и потом уже на ткань выкладывать свой рисунок. И когда вы сделаете стежку, в нужных вам местах будет немного выпуклась. Вот, посмотрите, я делаю кусты той же салатовой ниткой. Просто завитушки. Есть стебель и от него уйдут отростки. Сделала кое-где листики. И прям сразу перехожу на контур. Если у вас есть возможность нить вывести за пределы вашей картинки, это будет очень хорошо. Посмотрите, мои дорогие, какая красота получилась. Я прошивала разными цветами ниток и старалась добавлять красок, сделать контраст. И посмотрите, как все хорошо играет. Вот этот домик и этот я по нему не пускала декоративную строчку, а только отделала крышу. Здесь у меня полукруг, а здесь просто треугольники. Вот в этой башенке в окнах я не пускала рама. Я решила оставить их так. Если со стороны, так посмотрю, не понравится, можно запросто вручную просто сделать полоску. На башне наверху сделала флаг. Рыжий и красный. Кому он принадлежит, не знаю. Сам фон прошивала голубой нитью. Обратите внимание, как получились балконы. И вот. Здесь отделана красной нитью, здесь белой. Ну, здесь немножечко сливается, но опять же, белая видно, проглядывается. После того, как вы все сделаете, ее желательно отутюжить и выровнять. И вот смотрите, я выровняла. Все размеры у меня совпадают. Что ширина, что длина, но они разные по-своему, конечно. И теперь вот по этой полоске я пришиваю отделку. Как в начале видео я говорила, отделка у меня будет вот такая. Я думаю, что она гармонирует. Здесь и зеленый, и коричневый, и бежевый, серый. И еще такой момент. После завершения стежки мы должны вещь привести в порядок. Вот такая изнаночная сторона. Вот они нитки. Они нам абсолютно не нужны. Если хотите, если вы будете ее вверх пускать, просто ткань загородить швы, можете не отрезать. Но это тоже некрасиво. Вещь с однанки должна быть такая же красивая, как и с лица. Вы отрезаете эти нитки, потому что перед началом строчки мы всегда делаем закрепку. И после завершения строчки тоже делаем закрепку. И поэтому смело можно их срезать и привести в божеский вид. И теперь я пускаю отделку. Опять же, мы можем пустить по кругу ее, взять какую-нибудь вверх или низ, пустить коротенькие. А по краям, допустим, длинные пустить или наоборот. Сюда в такие работы лоскутные впишется как однотонная отделка, так и лоскутная. Если вы пускаете однотонную отделку, то можно также на свободном ходу сделать красивую стежку. Если вы, конечно, умеете. Я не умею выписывать всякую красоту, поэтому я не делаю. Я сначала пришила боковые стороны, а потом вверх и низ. Но пришивая, я не срезала лишнюю ткань. У меня где совсем чуть-чуть, а где вот как здесь и много. Органзу оставила, потому что мало ли, когда в процессе стирки, эксплуатации, мало ли что-то, чего-то поползет. Пришила, и теперь я отутюживаю и пускаю декоративную строчку, отделку. Посмотрите, что получается. Мое мнение, что такая отделка все-таки гармонирует, хотя она немножечко перебивает сам рисунок. Я проутюжила, еще раз выровняла, и теперь нужно решить, что это будет за наволочка на молнии. Если то, вы прошиваете заднюю часть и переднюю часть, где будет располагаться молния, сверху или снизу. Обметали, пришили молнию. Все, соединяете лицом к лицу и проходите по кругу. У меня наволочка будет с клапаном. Обратную сторону я еще не приводила в порядок, но хочу сказать, если вы хотите скрыть все эти швы, возьмите ткань. Любую. Если это хлопковая ткань, она дает усадку. Вы ее или пропарьте, или простерните, или возьмите что-то такое, вот старенькую наволочку, простынь, но что-то такое, которое уже было стиранное. И перед тем, прежде чем как прошивать заднюю сторону, вы будете прошивать вместе с этой стороной, с подкладкой, будем так говорить. Теперь буду пришивать обратную сторону. Я взяла подкладку, скрыла все недочеты. Я выкроила две детали. Одна побольше, повыше, другая поменьше. На двух деталях сделала загиб, подвернула два раза и проложила строчку. Все детали наволочки соединила между собой булавками. И можем перевернуть и посмотреть, ровно или неровно. Излишки отрезать. И теперь пускаем строчку по кругу, где у нас вот эти вот швы, стыки. Нужно сделать закрепку или прошить два раза. Ну, а потом подаверлок и наволочка-то уже готова. Прошивая по кругу, я слегка закруглила углы, чтобы не было острых хвостиков. Обратную сторону я сделала из портьерной ткани. Конечно, если у вас определенный интерьер и вы будете подушку переворачивать, конечно, надо что-то, чтобы сочеталось. Но я шила из того, что было. Прошлась по кругу на оверлоке. Правда, черная нить, но ничего страшного, что было вставлено, то тем и прошила. Все, работа сделана. Наволочка готова. Готовый вид получился 45 на 43. И вот обратная сторона. Обратите внимание, вот эта работа была в предыдущем видео. Кому интересно, я вам оставлю ссылку. А мне в комментариях, пожалуйста, напишите, какая из работ вам нравится больше. Хотя они сами по себе разные. И каждая особенная. Дорогие мои милые, я вам прямо хвалюсь. У меня на канале вчера было 50 тысяч подписчиков. У вас все больше и больше. И мне очень-очень приятно, что вы со мной заходите в гости, пишите добрые и даже недобрые комментарии. Даете советы, где-то ругаете. Не важно. Самое главное, что вы со мной. На этом все. С вами была Валентина. Мы с вами встретимся в новом видео. А вы не забывайте заходить в гости, подписываться и писать комментарии. А если вы желаете помочь каналу, данные я оставлю в описании под видео. И не важно, какая сумма. 10 рублей или 100 рублей. Дело в том, что мы сейчас без монетизации, ничего не имеем, ничего не получаем. И хоть это дает вдохновение, но копейка им все равно не помешает. Пока-пока.